В первую очередь Николай Шумский доложил об экономическом развитии территории, обозначил одну из главных проблем поселения – трудоустройство. Многие жители работают за пределами района и края вахтовым методом. Глава уверен, что найти работу можно и в поселении, в том числе у индивидуальных предпринимателей. В одном из хозяйств реализуется долгосрочный инвестпроект приобретения сельхозтехники. Покупка техники, приобретение техники приводит к тому, что у нас люди, в принципе, идут работать и увеличивается штат в этих предприятиях. Ну и на сегодня и кедр, в частности в кедре требуется, и трактористы, и водители требуются, и просто рабочие. Как бы, вот когда говорят о безработице, просто вот можно найти работу, можно. Не надо никуда-то далеко ехать. Приезжает с кедра газель, забирает. В своём докладе глава поселения подробно описал, из чего складывается местный бюджет. Основная часть доходов – налоги, в том числе земельный. В структуре собственных доходов составляет 42%. Что касается расходной части бюджета, в 2019 году она достигла 6 миллионов. Это 93% от утверждённого плана. Не в полной мере использованы средства Дорожного фонда. Оставшуюся сумму направят на софинансирование программы развития автомобильных дорог. В рамках празднования 75-летия Великой Победы своими силами произведут косметический ремонт памятника павшим воинам. Но этого недостаточно. Объекту необходима капитальная реконструкция. Планируются мероприятия по подготовке пакета документов. И более того, я скажу, в декабре 2019 года и вот сейчас, в январе 2020 года, из краевого БТИ получено техническое заключение о том, что памятник, то есть мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны является капитальным строением. Относится к объектам недвижимого имущества. Готовится сейчас заявка на изготовление технического плана, после чего объект будет поставлен на кадастровый учет и оформлено право собственности. В плане развития территории Николай Шумский выделяет основные направления. В 2020 году мы планируем, в первую очередь, войти в программу устойчивого развития сельских поселений, согласно которой войти в программу по капитальному ремонту улицы Советской. В течение 2018-2019 года мы сделали документы, проектно-сметную документацию, затем в данный момент экспертиза уже практически готова. И вот это в первую очередь, где подразумевает не только средства и асфальтированные дороги, но и тротуаров. Кроме того, мы планируем заменить все светильники поселений на светодиодные. Это даст экономию и использование средств, что скажется не только на этот год, но и на следующие годы. То есть вот это направление, ну и бюджет поселения очень небольшой, поэтому планов, конечно, много, но ограничивается. Постараемся вступить в программы, которые и по спорту, чтобы мы построили спортивную площадку, и по другим постараемся, где можно, по ТОСам, что-то сделать. Работу главы Харьковского поселения депутаты признали удовлетворительной. Свою оценку дал заместитель главы района Евгений Олейников. В 2019 году работа была проделана. Вопросы, конечно, проблем много. Это о чем свидетельствуют вопросы с мест. Николай Федорович, безусловно, что люди же не требуют заоблачных каких-то проблем, решений. А в житейской памятник, учитывая, что у нас 75-летие Победы в этом году, отремонтировать, сделать тротуар. Это положено, потому что детишки ходят в школу. Поэтому этим надо заниматься в ежедневном режиме. Работа есть, она плановая. Я надеюсь, Николай Федорович, что и в 2020 году будут проводиться мероприятия, которые будут направлены, прежде всего, на улучшение благосостояния, как самих жителей, так и сельского поселения в целом. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.